Почему мы решили создать Оргкомитет и заниматься активно созданием политической партии «Десяти заповедей». Причин для этого немало. Пожалуй, самая большая причина, которой уже и раньше мы занимались решением этой причины, связана с тем, что у нас в политической сфере, по сути дела, моральные составляющие нравственные отсутствуют. Это очень большая проблема, которая приводит к таким негативным явлениям, как, например, коррупция. Если нет в политике нравственных людей, то эту нишу так или иначе занимают те люди, которые весьма далеки от соблюдения моральных норм, нравственных ценностей. И, понятно, приходя в госструктуры, они решают, прежде всего, свои проблемы, не государственные, а именно свои личные проблемы. И мы это наглядно видим с тем, что происходит. Значит, задача состоит в том, чтобы привести людей порядочных, честных в политическую сферу и в управление государством. И тогда мы можем, да, с большим трудом, времени много понадобится, но, тем не менее, как-то начать решать эти проблемы. Такие люди есть, людей порядочных много в нашей стране, это в любом обществе их много, но из-за того, что они не проявляют активность, эти сферы занимают другие люди, которые преследуют решение своих личных целей и достижение своих каких-то личных результатов. Значит, ситуация может быть исправлена при введении новых людей в политику. Будете ли вы рекрутировать свои ряды священнослужителей или людей, которые являются активными прихожанами каких-либо церквей? Так, что касается священнослужителей, то есть здесь большие ограничения. Во многих церквях запрещено священнослужителям и пасторам заниматься политической деятельностью. Но членам церкви, прихожанам это возможно, это можно и нужно заниматься. И тогда мы среди людей верующих действительно немало тех, кто может прийти в политику и внести свою позитивную струю, быть светом, солью в этом мире, в том числе в управлении государством. И это позволит изменить ситуацию. Да, не быстро, не сразу, но с течением времени это можно сделать, потому что болезнь запущена очень глубоко уже ушла, и лечить ее потребуется немалое время. А на ваш взгляд этот запрет священнослужителям заниматься политикой, он обоснован? Может быть вы какую-то международную практику знаете? Так, но что касается священнослужителей, то в ряде стран, да, есть тоже ограничения заниматься политикой священнослужителям. Эта практика есть, и я думаю, что, да, во всех, конечно, священнослужителей вовлекать политику это нельзя, иначе тогда церковь станет тоже политической структурой. Значит, кто призван заниматься политической деятельностью, у кого есть, скажем, благословение Божие на это дело, да, я думаю, таким священнослужителям запрещать не надо участвовать в политике. Для церкви, вот, ваша партия «Десять заповедей», она для чего? В первую очередь, конечно, речь идет о защите прав верующих. Сегодня с правами человека и свобод в нашей стране очень тяжело. Добиться решения этих проблем путем привлечения только адвокатов, юристов, использования правовых методов практически невозможно, и мы видим массу примеров, когда эта система наша судебная работает против верующих, не только против верующих, но и вообще против граждан страны. И я участвовал в некоторых судах по мусульманским делам, по читателям произведения турецкого богослова Саида Нурси, и прекрасно знаю, что сама литература Саида Нурси не экстремистская, но она запрещена в нашей стране по политическим соображениям, и читателей произведений Саида Нурси привлекают к уголовной ответственности. Это не административная ответственность, а это уголовная ответственность, у нас немало, получается, людей, мусульман сидят сегодня в тюрьмах за веру, по сути дела. Скажите, на международном поле пространстве, как вы планируете действовать, какие у вас в этом отношении приоритеты? На международной арене у нас приоритет следующий. Мы выступаем за нормализацию отношений с европейскими странами, и в целом с западными странами. Без решения этих проблем тоже развитие страны, скажем, очень сложно. Потому что я сравниваю эти санкции, которые введены против России, с ситуацией в спорте. Если бегуны бегут к цели, к финишу, и кого-то из бегунов придерживают сзади, то понятно, что этому бегуну достичь финишной черты будет сложно, и вообще сможет ли он вообще до финиша добраться. Зависит от того, насколько его будут придерживать. И получается, чем сильнее санкции вводятся против России, тем замедление развития становится большим. Я не вижу того, чтобы успешно развиваться в стране без нормализации этих отношений, без снятия санкций. Это для нас одна из главных международных задач. Потому что внешняя политика, она так или иначе оказывает воздействие на внутренние процессы. Тем более мы живем сейчас в 21 веке, когда процессы глобализации ушли далеко вперед. И отдельно мы не можем развиваться самостоятельно, самобытным путем, как это было, скажем, 500 лет назад. Тогда действительно можно было развиваться самим по себе, и без установления каких-то тесных связей с другими странами. Но даже в то время все равно эти связи развивались. В наше время без развития этих международных связей, без экономических связей, политических связей практически невозможно. И мы видим яркие примеры тех стран, которые ушли в самоизоляцию, и в итоге что у них получилось. Наглядный пример с Северной Кореей, КНДР. И в сравнении с Южной Кореей, вот вам два государства, две страны, которые выбрали, по сути дела, противоположные пути развития. И мы видим, кто каких результатов добился в экономическом, политическом, социальном, культурном и прочих направлениях развития. Сергей Дмитриевич, ну действительно у церквей очень много накопилось проблем, связанных с имуществом, например, в Калуге, в Нижнем Новгороде, Орле, Новороссийске. Ну просто отбирают даже то, что принадлежит общинам, или не дают их использовать. Но при этом есть же централизованные организации, вот и представители в Москве, и в различных структурах. Скажите, вот ваша партия, она каким образом, она будет дополнять, или она просто предлагает какой-то другой путь представительства? Мы предлагаем другой путь. Я знаю позицию наших церковных структур, которые имеют тесные отношения с государством. К сожалению, эти тесные отношения с государством, они играют отрицательную роль, потому что деятельность этих структур определяется определенными рамками, выходит в определенные рамки, за которые выйти та или иная церковная структура не может. И поэтому те проблемы, которые возникают с тем же имуществом, получается, что опять же юридическим путем, правовым путем решить невозможно. И, как правило, суды принимают решения, выгодные государству, а не церквям. Это приводит к тому, что такие официальные структуры, церковные, они не могут решить многие проблемы, в том числе эти имущественные проблемы. Значит, мы предлагаем другой путь решения, не отказываясь, конечно, от правозащитной деятельности, но мы предлагаем политический путь решения этой проблемы, чтобы христиане, не только христиане, но и мусульмане, и идеи, другие верующие и неверующие, которые придерживаются нравственных норм, участвовали в политической жизни, защищали свои права, потому что кто может защитить права лучше кого-то? Только мы сами можем защитить, а не кто-то другой. И надеяться на других, что другие пожелают или проявят инициативу в защите наших прав, надеяться на это не стоит. Поэтому лучший путь это с вами объединять усилия и защищать политическими средствами свои интересы. Тогда мы сможем отстоять интересы не только верующих, но и вообще граждан страны. Вы предлагаете просто иметь свое представительство верующим людям в органах власти и тех органах, которые законы принимают, да? Совершенно верно, да. Через участие в политической деятельности можем участвовать в разработке законодательных актов. И тогда не будет таких вариантов, как с законом Яровой получилось. Мы сможем другие альтернативные варианты предложить, которые будут регулировать нормальные отношения межгосударственные, межцерковные отношения и с государственными отношениями. И не будет у нас вот тех проблем, с которыми столкнулись верующие в нашей стране в последние годы особенно. Спасибо большое. Желаем вам удачи и вашей инициативной группе пройти все бюрократические процедуры и найти сторонников, я думаю, среди верующих людей их будет достаточно. Спасибо большое. Продолжение следует...